Достижения и неудачи Украины. О том, какой путь прошла наша страна, сегодня говорили в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Победы и поражения Киева подсчитывали в очень представительном формате. Выступал и президент Петр Порошенко. Традиционно дискуссионную площадку под названием «Украинский завтрак» в Давосе организовал фонд мецената и филантропа Виктора Пинчука. Чего же было больше похвалы или критики, знает Светлана Чернецкая, которая слушала выступления участников. Киев приглашает на завтрак. В Давосе жизнь начинается довольно рано, так что уже в 7 утра зал полон. За яичницей с беконом гости обсуждают изменения, случившиеся в стране за последний год. Я еще 15 лет назад понял, чтобы достичь успеха, моей стране необходимо быть представленной в Давосе. Группа друзей Украины становится мощнее с каждым годом, и мы это четко видим сегодняшним утром. И я горжусь этим достижением Украины. Действительно, список гостей впечатляющий. Здесь министр иностранных дел Канады Христи Фриланд, бывший министр обороны США Эштон Картер, заместитель директора МВФ Дэвид Липтон. Они подробно анализируют последние достижения Украины и самые болезненные вопросы. Сейчас наблюдается смятение по поводу антикоррупционных усилий, и немного сложно понять, почему этот процесс не движется быстрее. Ведь очевидно, что этот вопрос беспокоит многих людей в Украине, а также отпугивает инвесторов. Проблема Украины в том, что за 25 лет не делалось ничего, а за последние три года сделали больше, чем за предыдущие 25. Именно поэтому международное сообщество может казаться нетерпеливым, но мы должны отдать Украине должное за все, что уже сделано, и продолжать поддерживать в процессе реформ. Критики не жалели, но и на похвалу не скупились. Да и президент Порошенко приехал в Давос с двумя важными заявлениями, которых ждал Запад о назначении нового главы Нацбанка и готовности вносить изменения в законопроект об антикоррупционном суде. Я уже подал соответствующую инициативу в парламент, и мы ускорили подготовку законопроекта по антикоррупционному суду ко второму чтению. Мы планируем внести изменения в налоговое законодательство, ввести налогообложение лишь тогда, когда будут выводиться деньги из страны. Инвестиции, денег в страну налогами облагаться не будут. Сам президент говорит, что в Давосе у него огромное количество предложений о встречах. Если вы посмотрите сейчас программу моего перебывания в Давосе, 80% встречи это наполегливые реквести, прохания, про встречи, чтобы быстро заходить в Украину. Среди вопросов, которые вызывают большую обеспокоенность, кроме антикоррупционного суда, приватизация и рынок земли. Впрочем, президент заверил, ни замедлять ход реформ, ни отменять их не будет. Об инвестициях в нашу экономику, о возможной реализации социальных проблем в стране приехали говорить в Давос украинские нардепы и чиновники. И все видения будущего, которыми сейчас обменяются люди, находящиеся в этой аудитории, очень позитивно будут впливать на Украину. И позитив должен быть, работа над помилками должен также быть. И в этом направлении нам все помогают. Все видят Украину успешную и политическую, и экономическую. Тема форума в Давосе – создание общего будущего в разрушенном мире. Для Украины это актуально как никогда, потому что, к сожалению, у нас сегодня нет мира, у нас сегодня, к сожалению, не развивается экономика и нет социальной защиты людей. И для меня большая честь и ответственность представлять здесь женщин Украины. Я очень благодарна нашим партнерам, женщинам, представляющим другие страны мира, которые поддерживают и будут содействовать реализации всех необходимых инициатив для восстановления мира Украины. В центре внимания сегодня оказался украинский дом в Давосе. Там принимали самого уникального робота в мире. Человекоподобную машину Софию пригласили на дискуссию о криптовалютах. В официальной резиденции Киева было не протолкнуться. Меня зовут София. Я буду откровенной с вами. Я не всегда понимаю слова, которые выходят из моего рта. София – единственная машина в мире, получившая гражданство. Ее расспрашивали о криптовалютах и IT-технологиях. А вот на разговор об Украине она не была настроена. То есть в ее случае не была запрограммирована. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер» из Давоса, Швейцарии.